задумка liquid liquid набрали опять же мету будем откровенно и мне почему-то кажется что такой опасный персонаж как профит здесь просто будет чувствовать себя как рыба в воде уж извините но не на центре матч-ап не самый приятный он всегда может улететь от проблем да не я тут на праймала в миде ставлю драка в самом начале 30 подцепили или нет не показалось ложная тревога не стали продолжать элементарно чей праймал поблизости кабанас дина или нет дают ни копейки жадины бедный кабан тут ветка гуляет ладно не заиграться опять же бресталбека мы сегодня уже видели одного на этом канале был невероятно жестким но правда и в немножко иных руках вот он пенек вашу стреку страшно в это вообще классно еще и с этих такой прикольный у этого профета он размером мне кажется с какую-нибудь cm q как минимум посильнее будет обидно было быстрее cm ки сильнее cm кида сплошные плюсы так по рунам 50 на 50 но у нас сегодня день не особо кровавый с точки зрения эрли взаимодействий хорошо как пробыла челниша при помощи пенечка ну и встретились равно как бы ровно посередине крипы и сразу он отправляет этого пенька пробивать праймала если есть на то возможность да это какие-то копейки дэмэджа но надо же их наносить тут удар здесь удар не который даже готов впитывать урон от вышки смотрел харасси праймала постоянно его набивает стаки вот просто за рычал давай его переданаивать и сейчас новые стаки набьются то на втором левеле ниш может страдать со статами у фуриона не так все хорошо ну я думаю что ниша это все прекрасно понимает и я не стал бы это делать просто так ростом тп ушел заставили вообще поражать позиционку сломал себе и атронта ты просто так уже не уйдешь ястреб сбит это правда если бы баук чуть-чуть побыстрее бы сыграл мог бы сбить вообще боксе телепорт он умер без тп хи был совсем все грустно мне хочется увидеть этого снайпера четверку который задушит линию что стран то мне кажется так работать легко не будет это правило да это крутой security что у нас сверху происходит битва саппортов чем хороший оракул против битрайдера мы уже сказали но также еще на линии можно просто спуржить как без таки и мы видим что в ответ принципе просто набивает набиваться должны стеки еще по имя всего прочего сколько вот у микки амики пустой только что их прожимал очень больно ему 400 к иголок есть совсем неприятно но там она пришла закончилась хороших новостей отхилится бы микки просто стоять на лоха по вообще не комфортно что-то летит баночки полетели под и один на глава то бэтрайдер да вы сейчас кел же отдадите этому микки микки пытается сделать тычку финальную на инцине все-таки проливает первую кровь уже хорошо что не bristol бэку достаются эти деньги было близко да он тут на тоненького было очень близко хорошо разгорали ликвид без кост хаус что с ними рискует рискует это правило которое мы говорили ранее на первой карте вы должны рисковать против ликвид ну играть аккуратно это в принципе обрекать себя на то что не вы будете карты управлять а эти возрастные опытные ребятки здесь в отличие от предыдущей игры довольно жадная тройка прислабек который будет качать стаки и до аганима в игру не ступит а у ликвид тоже супер жадный 33 который за счет стаков хочет покатать в доту и опять же тоже с аганимом интересно зеркало получилось то что предыдущий помнишь там санкин качался дабылу стоун а кентавра бегал пытался что делать опять же если мы говорим про стаки которые заготавливают без кост их можно довольно просто проконтролить команды ликвид то есть дети стаки будут делаться в двойке пеника туда отправили чекнули пришли и как минимум 50 процентов поборолись за них то есть не стоит сбрасывать со счетов и учитывать нужно обязательно патрайдер там наверху уходит отгоняют его просто бегает правил без за ним пенек не отпускает его забавно протестанье на центре прям хочется что ли прям очень хочется патрайдера а вы уверены уверены жестко это так легко выглядела глазами ликвид там пашмаков по пьянам а патрайдер как ты понял что без тапка ну да тут микки делай все что хочет мост моспит дифференс и не сказать что у bristol бека там какие-то сумасшедшие показатели по крипстату чтобы можно было говорить ну ничего страшного приз большой он малыш тут уже вопрос по поводу monkey king который эту линию не проиграл как минимум а вот сейчас граната что стики 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 у микки еще но надо их прожимать прямо сейчас какой-то подцеп от урокла будет микки понимаешь что не уйдет решил драться до конца 1 какой-то сюр если честно да наверху линии как близко был и так далеко одновременно у них у обоих было три стака они так круто разыграли видел развили про один в одну сторону другой в другую ну классно круто делают без кост не приуныли после первой карты навязывают борьбу а нельзя унывать ни в коем случае все это огромная скажем так тренировка ну плюс еще конечно же борьба за выбор посева и в целом позиционирование себя 33 делает то что делал уже наверное миллион раз стакает себе грибов кабанчиком сразу два стака с очередь на верхней линии то же самое делать бы траги для своего оффлайнера праймал вот тоже кстати опасная фигура с точки зрения контроля тех самых стаков как бы он еще не загулял в двойку ликвид все это прекрасно понимают мастера тоже читать должны как открытую книгу свою очередь натуральный проповедник центральной линии пока что не летает никуда может быть ждет ультимативно или кого-то момент ниже просто стоит на центре никуда не ходит чтобы он творц кайфуй у него все отлично безусловно ночью и праймала заставил уйти с line того чтобы он там каких-то лесных крипов бил то есть он в честном бою обыгрывает на 300 золотых и стоит отметить что в этот раз суппорта да у нас не идут ни к тому ни к другому на помощь рамал очень тяжело ниша раклик цен своего оппонента доняет руны пенечком цикл рунную снизу появляется не повезло лампе а тут еще и оракал свою баланс и все не солны хлебавшие остается здесь праймал без как же мы тяжко без ресурсов боталага беталага побежал видимо крипов в лесных зафармить по-быстрому на ниша бирстлбека не трогай планета бирстлбека у меня тяжелая жизнь у меня пустой ботал а кому сейчас легко лишь это расстроенное лицо так что давай там на линии против мк удачи хорошего настроения но это уже нагловато хотя ультимейт от профета прилетел у него лишь амплифай боже мой как же это сладко легко и просто да ниша забирает фраг важно оставлять именно ему а тут еще заил миша шаппель имеется in c не притянулся вниз парный портал но тяжело будет здесь бетрухи уйти рашан помоги рашана нет просто бегать за этим патрайдером много времени пока возня происходило тоже подконтролили кайф кайф ликвид опять вот казалось бы начался сумбур да полетели сделали фраг но не забывает про самые главные тайминги на карте но потому что руны мудрости переоценить по ценности очень тяжело и даже патрайдер еще не отпустили ну я аплодирую серьезно я не знаю слышите ли вы хлопки но право да не так растрясли игру и но это только кажется на деле все идет по их тут вот и тут пляшут их оппонента все идет по плану это один из еще очень важных пунктов которые кажется что мелочь но из таких мелочей строится уверена игра ликвид если вы вгрызаетесь вышку против тренд протектора вы должны ее забрать сразу чтобы не обесценивать свои старания и потраченное время будут ли сейчас смещаться в мид для того чтобы его открыть это было бы наверное идеально с точки зрения не везет у как так-то удача благоволит жидким везет сильнейшим конечно правильно как так действительно как так не везет 40 лам который контролит руны предсказывает невероятно невероятные факты тут это как-то надо использовать ставить вард чтобы видеть не рону но врага и ты видишь а при он побежал вниз понятно где будет руна и байтить начинают знаешь он бежит наверх а рода рода из а там пенек а это жестко как покере двойной брем действительно 33 а гоним половина уже в кармане между прочим что там по стакам двойки что-то вроде бы не забраны вот это неприятная смерть сзади за 33 хороший размер для без кост писта пауку неплохо под загулял здесь без мастер слишком далеко оказался без поддержки заигрался снайпер продолжает стакать должен был еще одну пачку раскрутить и он то сразу идет в двойку тот самый момент когда может нас таки вражеские забрать ниша мы не хотим их по дефать и вместе кликают туда понимает что происходит недоволен боксе не тебе это все было приготовлено и нашли иншей а ох как-то много иншей но драться за них не стали она того не стоит риск большой там заправить тяжело без ультов еще батрайдеры тренд ты не хочешь такими героями драться хотя на центре инсене уловит успелся пациент прилетел профит разуме под удар праймал писта не отпускать не отпускать все сломал он при просто уходит а я говорю один все выбираются из 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 прутов ну здорово уже никто не боится профита мне там очень медленно идет этот фарма иншей от мастера наверное ему какую-то помощь бы хотели не у него топоры настакивается все по плану враги просто знают и их надо забрать сейчас все правильно потому что он не получит безусловно с этого аганим ну там будет практически готов я думаю а как у бреста дела его визави тоже порога ним ровненькая катка тут даже можно сказать у бреста бака чуточку получше ситуация вырисовывается по над ворсом да не без сейчас докачает эти вот таки чуть вырыться вперед но игра в нуле просто очень важно чтобы без костали эту игру разгонять если они дадут возможность именно liquid вновь играть до своих таймингов до всех возможных артефактов это хорошим не кончится я в целом не очень люблю правил беста именно за тот факт что если он не доминирует средних стадиях потом он теряется очень сильно по игре но мне так по крайней мере видится его богатая тройка жизнь по сути у тебя еще один оффлейнер только на центре если он не убивает всю карту он может выпустить все правильно говоришь но этот герой слишком хорошо подходит для бискос который любит наступ драться ему не нужен нему вообще артефакт даже если он выпадет будет полезно говорят у тебя тут агоним на подходе держи синяк и отправляешься в таверну в плане синяк синяки получил поехал таверну залезла нормально на вновь лоб болвал всего от восприятия санта зависит какой-то синяк сегодня я думал потому что не уник падает вышка быстрый выпад от ликвид показали свои какие при этом не отпускают карту то есть бот отпушен единственное мид там крипы уже начинает пробивать тавар надо дэмс это вышка которую просто так не отдают сцене тут на мужика встречает говорит все это наша тройка марка вообще ничего не боится кстати в этой игре вот прям идет вперед готов отдавать свою жизнь если ты бар заберешь хотя бы походу не только руна предугадывает течение времени и тут уже с молниями prophet очень быстро будет пачку забирать и в целом скорее все там конец уже и вышки придет мимо проходя забрали бэтрайдера забирается товар ритм прям увеличивается ну 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 никакой контур инициации бежать отсюда надо пойдем другой дорогой начали так оказались не зато пятером центре не часто это prophet стоит уже полторы минуты бьет товар вам в наглую с молниями как же так получилось по идее песков должны так играть я их не узнаю в свою очередь ликвид как же они хороши у них манкинг не берет ничего на разгон я такое уже видел когда играет микки на мк он просто покупать сабельку да зачем сам лета золь чтобы быстрее закончить войну у тебя очень жадная тройка без мастер который купил огонь он продолжит с ним качаться у тебя фурион по фарму чемпион а ты мк есть ты будешь фарминг то у героев просто не хватит из таверны в таверну да сейчас фильм бэтрайдера называется и игры тут нет вовсе так у бристалбек аганим это пиксила можно собраться и что-то поделать вместе теперь им 33 как по нотам с аганимом пошел наказывать рожана да это такой персонаж ребята добро пожаловать доту и кажется что скан все прочитали бесткостно слишком поздно то есть хотя бы там не знаю на полминуты раньше и они могли бы прийти сюда подраться какой же бестмастер жесткий вот его порезали у него убрали встроенную раньше его пассивка была встроена это убрать заменили на другую вот и скиллпоинт на тратить многие этого не делают но по сути в прямых руках встреч что он творит это вообще наверное одно из самых главных изменений которое произошло с многими аспектами да и с многими врожденками иногда их перебалансе что тебе нужно потратить скиллпоинт чтобы это все стало работать да тут слишком много героев были чрезвычайно мощные пир нижний бояду голову у него был просто встроен куча и на мансера переделывали тоже в этом плане вы теряете вышку снизу но это опять же обращаясь команде без кос мук разбивается а что делать я по трейдер вообще не представляю как его реализовывать и волос а сейчас увидят 6 уровня оба он готов умирать целом ты его еще попробуй пей так они могут теряют собрались два отошли без боя серьезно так легко они идут они идут в ловушку сейчас будет аренат monkey king прыгнет или нет прыгает и раскастовывать арену нужно прямо сейчас она пошла и тут же добавь миранда тот самый вы разогнались а где урон то где-то самая сотка скорости нет ничего помню сайгус как тебе такой илон маск было больше смешной с нейтральный криптовой убили и учитывая что происходит в игре это размин в пользу без код но вы потеряли двух своих коров при этом не останавливайте давление ликвид и они сейчас могут идти дальше миран и без ультимейта уже помним об этом да там очень долго откатывается solar player дайгер добирать себе с мастер будут начинать драку сам получается полторы вышки два убитых вражеских кора этого цена эгиса которые вы реализовали я думаю что ликвид полностью довольны с учетом их страсти к фарму неторопливому стилю исполнения ты говоришь о том что они не хотят здесь очень сильно затягивать игру но камон это старт 17 минуты там еще дизолятора нету манки кинга для того чтобы разгоняться невероятно и сносить там все на свете интересно купит ли кто-нибудь silver у ликвидов явно посмотрел против пристал бэка вроде как мастер вместе микки микки на развороте мы так а вот и штрафануть хотел он один здесь тут друзья присутствуют микки уйти станете бы какой вот он нет нет тут сейф уже идет о танцении вряд ли получится микки убить микки он чего грызают чего себе как у дерзкий вы там своего зверя потеряли ручного они в 4 напали на мк убить его не смогли с минорной поддержкой саппорта а сами потеряли мидера я думаю что вот вот праймал должен ворваться зафиксировать манки кинга но нет его смог где-то зафиксировали праймал наверное ну вот самый нереализованный герой да в рамках этой карты то есть его вот даже элементарно врыв на бульверайс какой-то что-то выдать хотя бы ладно бэтрайдер с ним по соревнуются не нравится им пока мне нет ликвид вообще в кайфе диком там уже дезолятор сейчас будет и вышки рассыпятся я в этой игре в получаю огромнейшее удовольствие просто от того что ликвид вновь они же тоже чувствуют что соперник сыпется но они не наглеют они играют аккуратно выверено я хочу за таких ликвид болеть я хочу таких ликвид видеть на турнире чтобы они потом дрались с лучшими другими командами мира и сооружение потому что там будет сложнее там уже так вальяжного действовать не смеетесь перелес дерево манки кинга опять под сейв как всегда рядом находится тот самый оракал который выигрывает заветные секунды то о чем санта и говорил а здесь уже рорно кричали на кота кот погиб зверь погиб весь зоопарк таверну крутой размен всего лишь уйдет да ну но он понял что не успеет в итоге три в одного потерялись саппорта большие проблемы без кост с каждым таким выходом они отдаляют от себя победу а ликвид красавца по сути за байт или на своего саппорта который все равно успел раскастоваться манки кинга не смогли пробить за счет ульта оракла но это опять же чуть ли не идеальная игра идет от ликвид во всех возможных пунктах не прикопаешься да у них крутая позиционка хорошее решение в свою очередь без кост ошибаются раз за разом и преимущество только растет вот тот самый осадный пенек который в соло ломает т2 напали на боксе но мы помним это 4 снайпера не так чтобы и жалко так и реализован оракла рядом не было в целом не дурно деньги неплохие то если вот такие фраги станут регулярными для без кост это билет к возвращению но регулярными это сколько раз нужно такого снайпера убить еще 45 раз ну что правило все вот эти семь с половиной тысяч он не выберется на лидирующей строчке по надворца он в лучшем случае останется хотя бы на уровне отставая там на 1000 на полторы от оппонента это я даже в это не верю про ему нужно какое-то какой-то fight переворачивающий вообще все когда вы в первую очередь убьете именно оракла до начала драки а урок сейчас появится линза он будет еще лучшую позицию занимать но я с тобой согласен по трайдеру нужно ловить именно инсене любой другой таргет просто не получится за фокусе и полностью оккупирована вражеская территория много агрессивного вижена стоит от ликвид то есть в нижний лес вы не зайдете верхний лес также под контролем и даже если вы не пользуетесь этим для того чтобы кило и делать вы можете более нагло в другом участке карты себя вести где соперника сейчас нет дед просто бешеный один идет в новую визу видел у него камуфляжный сет до него не видно эти самые штаны до цвета хаки ой-ой-ой попалась птичка там буклю подбили увидел я уже не считаю количество смертей бэтрайдера после семьи как говорится неважно же неважно а чё он на хайкаут мы постучимся почему нет а кто нас остановит тренд девятого уровня которая спина заходит это это не по книжке это не по книжке по книжке это рошана ждать следующего но ты посмотри как сладенько то они подставляются может быть и к черту эту книжку может быть сейчас идти он начал пня бить а пол это хозяину не понравилось это пайбэк отправил бы стою возможно сейчас перевернут драку без костну наконец-то инсене сприч хорошо урокал погибает остался 133 33 также можно быстро забрать тридцать третий погибает следом интересно но это все за байбэк там кулдаун две минуты так хорошо подраться праймал отменил разбежку monkey king будет ли в соло раскастовываться сейчас арены какой-то арена пошла до раскастовывается добирает тренд протектор она выпекает отсюда и столбик первую очередь профит еще поймали на стрелу но урон это не хватает пауку погони от микки дальше бросил профета каждый своим таргетом занимается ниша пытается прочитать свиток телепорта не вышло у него плечом ударил и кажется что вот это бекет первая ошибка безошибочных ликвид микки просто бешеный все схвачено но венцение рядом поэтому вроде бы до пробивает еще и пристал бека там же рядом команда неужели и это переверну свою пользу липит но невозможно же паук вернулся бегите бегите отсюда ликвид нет никак их бежать только разворачиваться и драться паук на той пички буквально но на хэгэ это до него просто не затягиваешься я стою выше 3 гаук как он вернулся почему так быстро мышц я только что убили всем селом драк от лица вечность все уже успели реснуться но это не конец муза поймали микки остановись я в восторге как ликвид просто чувствует эту игру с ума сойти никто не ушел никто не развернулся все до конца стоят сражаются тут уж тут на руне трак а хороша миша на и наши на счета забрал возможно именно это руна и спасет бетраидера от смерти но вот у вас аппарат база падает и смотрю они нарисовали свою ручка вместо бараков теперь у вас теперь волос еще глиф перри ниша стрелами пока не все отошли стрелы вау там праймал 30 секунд и он никак быстрее не вернется да уже с бабок умер вторая линия пошла на счет где это 33 на без мастер сманта играет правильный по его же три стала не просто тогда манты на повелитель изверения мета но он универсал поэтому нормально есть второй клип если что можно будет его поражать заставить второй барак парак парак сейчас развалится нет гриф естественно тратить не стали барак живет а там резается потому что миллер надо отойти по книжке все-таки парни нишки ликвид это и есть игра по книжке просто какие-то секретные страницы только что были продемонстрированы верхней линии иногда не закрывает пока знаешь страницу переворачивают какой-то брейн-лак но опять же получилось так что все идеально они прям сразу выходят на рошана и сюда вряд ли ринутся скос драться поджать свои смотри какой деморс наносит мастер про рошану это какая-то жесть пути мы это не нужно даже для этого поэтому прикол то есть пока это без мастера ты фармишь это таганин и идешь доллар шанс играет одновременно забрали и рошана и дерзателя себя ну браво но браво еще и никто не погибнет у них будут будто тренер на часы показывает ребят просто в какой-то момент в руме раздается звон хлыста и что мы должны выйти забрать ровно мудрости терзателя рошана но жестко играют ликвид конечно они так потеют будто против них какие-то вот то что ты говорил да 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 и кто-то скажет тратят свои силы а я скажу они приучают себя что для вас это норма только так мы в доту киберспортивную профессиональную и играем и тогда вам не нужно будет дополнительно настраиваться на какой-то важный матч вы уже полностью бои готовы данной дистанции это в плюс тебе не нужно что настройка есть всегда настроен всегда фокси центральную башню сил теперь нужно просто повторить теперь уже наверное по нижнему коридору где и не чувствует и поймать кого-то на ошибки меня к правил без просто выпал из игры ствола байбака выпал он раньше теперь еще все сложнее завал он на драфт будем откровенны герой сейчас не слишком метовый сейчас со праймал без загнал себя уже в микрокредиты из которых выбраться очень тяжело повторять это дома ребят его догоняет оракал вражеские все о чем стоит как бы говорить сейчас то о чем мы говорили это богатая тройка центра по сути у него сейчас ну по надворцу у него приставок мидер и на него больше ставка праймал дай бога он за контроль просто не чувствуется знаешь неубиваемость пристал бэка вот файта а там у врагов не скади не а хотя и видят телевизор собирает профит по идее мне кажется да 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 это должен быть это понятно почему не чувствуется но даже до появления этого предмета бресту был утяжка мне кажется что у него сильвер то вот-вот да 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 он так только поэтому мы еще увидим как быстро склеится этот пристал бэк в зависимости от того конечно как он кнопки нажмет ну и monkey king ты посмотри несмотря на то что он не стал брать ничего на разгон файтах участвуем круто контролем карту и он все равно находится на топовых строчках и на хосте еще сам пробивает саблю у меня в держу в голове спокойно сломать еще арену раскастовы как же красиво это что за шутка была сейчас это наш танк а это наш мидер топчет на землю пытается убить снайперы а у попался боксе боксе забрали все деда убили миссия выполнена проблема в том что все в таверне уже филигранное исполнение от ликвид прямо снимаю шляпу если про какие-то команды кто-то говорит им неважно не не хотят с первой строчке выходить с группы ликвид хотят быть первыми всегда абсолютно вот часто говорят про какую команду вот если они в такой форме подойдут к финалу они его выиграют про ликвид никогда так не говорят ну что они они всегда в такой они всегда в такой форме но это просто одно удовольствие и ты прям ждешь следующего матча чтобы как бы самим собой поспорить а смогут ли ликвид действительно в каждом сражении так играть так круто то что кажется но что их могут какие-то физические факторы выбить там болезни дай бог нам плохое самочувствие но всякое бывает и об этом периодически игроки говорят ну тут игра умов ой 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 как же больно джумер победил в битве умов паук 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 давай разгоняемся гуля тяжело разгоняемся покажет на того как кликнет победить но человеческий фактор моральный да вот против гладиаторов шанс мало на дистанции потому что это и крипто нет они морально не могут выиграть а так недавно учатать же 5 спросили там по сложности игр до и дота заняла второе место а знаешь первое кто шахмат шахмат понял да то есть это после шахмат идет по сложности как это первый после бога микки по-прежнему не погибает потому что что потому что у нас лучший суппорт в мире просто на кончиков пальцев инсене вытаскивает эту игру для всей своей команды но опять же если по игре смотреть и сделал он очень много нет лишних элементов у liquid это действительно ну просто вот лучшее что может предоставить рынок когда мы говорим про академичную красивую доту право можно петь эти дифирамбы бесконечно абсолютно как лютик из макапа